Итоги года Против меня кандидат медицинских наук, генеральный директор компании «Вятка Биопром» Ольга Носкова. Ольга, здравствуйте. Добрый день, Дарья. Если вдруг кто-то не знал или забыл, «Вятка Биопром» – это всем известный бренд «Целебная радуга». Правильно я понимаю? Да, все верно. Я знаю, с хорошими финансовыми показателями закончили вы этот год. Вот вы, как руководитель, как бы могли его охарактеризовать в целом? Ну, этот год достаточно знаменателен для нас. Он начался таким системным подходом к изменению вообще самой компании. Начали мы, конечно же, всегда с верхушки, это основное, да, поменяли систему управления, выстроили новую оргструктуру, собрали команду профессионалов. Очень много работы было уделено качеству продукта, получили сертификат по системе менеджмента качества. Дальше мы позанимались вопросом стратегического маркетинга, оценили именно и разобрали уникальность именно нашей продукции, сформулировали наше УТП. Вот, поработали над тем, какие же все-таки потребности целевой аудитории с помощью наших продуктов мы решаем, да, чем мы помогаем нашей целевой аудитории. И вот благодаря этой слаженной работе мы провели ребрендинг-упаковки, значит, мы разделили нашу торговую марку на две линии. Продукт вышел с новым качеством, новой упаковки для потребителя. Это нам позволило более успешно закончить год финансово, то есть мы приросли в обороте до 20-30%. Поэтому я думаю, что благодаря слаженной работе и то, что поддержал наш потребитель, вот мы получили такие результаты. По поводу ребрендинга и разделения на две линейки, правильно я понимаю, то есть одна линейка – это фитнес, вторая – фэмили. Чуть-чуть поподробнее. Фитнес – это что-то вот прям про здоровое питание сейчас, просто это все в тренде? Ну, в целом наша торговая марка «Целебная радуга» – это позиционирование именно здорового питания. Линейка «Фэмили», она все-таки настроена больше на целевую аудиторию, это семья, где мы выдерживаем традиционные проценты жирности, где есть где-то более, может быть, сливочные продукты. Здесь более широкий ассортимент по вкусу, чтобы для каждого члена семьи он нашел свой вкус. То есть это либо вишня, либо клубника могли обмениваться вкусами. А линия «Фитнес» создана для людей, которые целенаправленно пытаются скорректировать фигуру, занимаются активным образом жизни, спортом, и вот наши продукты будут им в помощь для того, чтобы достигать своих целей. На данный момент основное отличие линейки «Фитнес» – это, прежде всего, пониженный колораж за счет жирового компонента. Но в перспективе линейка «Фитнес» будет дорабатываться, чтобы этот продукт еще стал более ценен и полезен для людей, которые занимаются островым образом жизни. На самом деле вам не видно, но у нас тут весь стол практически заставлен разными вкусными ряженками, сметаной. И вот я вижу «Фитнес» – это у нас биоваренец «Фитнес» с земляникой, термостатной. Ага. Биоряженка – это обычная, да, получается? Биоряженка – это продукт из линейки «Фэмили», продукт с традиционной жирностью 2,5%, он без добавок, на натуральном молоке, которое топится, томится, и обогащен, конечно же, нашими полезными бифидобактериями. То есть разница пока только в калорийности, правильно я понимаю? Да, сейчас пока идет разница по калорийности, но я очень надеюсь, что все наши цели на 2019 год осуществятся, и эта линейка будет именно прям «Фитнес-фитнес» для людей, которые следят за здоровым жизнью, пытаются скорректировать фигуру. То есть мы обогатим этот продукт дополнительно. А вы сами что предпочитаете? Вы знаете, у нас достаточно широкая линейка и сладкие, и не сладкие продукты. И я сочетаю их с разными блюдами. То есть тут у нас 20 позиций в линейке, поэтому вы можете просто экспериментировать, и на протяжении месяца точно вам вкус не приестся. Я вот больше всего люблю вот эту вот биоряженку. Это у нас самый топовый продукт, он вообще держит показатели продаж на протяжении 20 лет. Ага, вот еще интересная упаковка у вас, от других она отличается. Лактофлорин, бифидофлорин – это бутылочки там, да, наверное? Да-да-да. Значит, по торговой марке «Целебная радуга» у нас выпускаются жидкие пробиотики. Кстати, они тоже прошли ребрендинг-паковки. В чем отличие этих продуктов? Во-первых, они являются жидкими источниками, концентратами вот этих полезных бифидобактерий. Они не на молочной основе, и те потребители, которые где-то исключили молоко из рациона, либо есть аллергия, как раз они могут это использовать как альтернативу пробиотических продуктов. И данные продукты созданы зачем? Для того, чтобы усилить вот эту подушку безопасности, когда вы в зоне риска организма. Вот, например, вы приняли антибиотики, вы переболели респираторными заболеваниями, у вас был прием вообще каких-то лекарственных препаратов. И вот если кисломолочная продукция – это создание такого фона для того, чтобы не перейти в состояние болезни, а пробиотики – это вот такая вот дополнительная подушка безопасности, когда вы в зоне риска. Мне кажется, что-то подобное мне врач рекомендовал как раз после курса антибиотиков. Наверное, об этом шла речь. Да-да-да, это как раз жидкие пробиотики в этих коробочках, это как раз курсовой обязательно прием продукта. А молочные – это как обычное питание, но здоровое питание. И все правильно, как раз наши кисловские врачи работают с нашими пробиотиками, уже опыт работы более 10 лет их назначения. По итогам года вы говорили, что получили сертификат. Да-да-да, сертификат системы менеджмента качества по системе ХАСП. Не первый раз мы общаемся с руководителями различных предприятий, частенько этот сертификат упоминают. То есть я так понимаю, что вашим коллегам, конечно, все сразу становится понятно. А так вот для потребителя как-то можно объяснить вообще, что это такое, что подтвердилось этим сертификатом? Получение этого сертификата имеет то значение, что компания подходит к контролю качества совершенно на другом уровне, нежели это было ранее. Здесь более четко прослеживаются все этапы производственного процесса, перестраивается само даже подход наших сотрудников к качеству продукта. И в итоге мы на выходе видим то, что мы видим, этот результат, и потребитель имеет продукт другого совершенно качества, потому что все эти системы, они призваны, чтобы наши продукты были на уровне мирового качества. Поэтому мы к этому и все и стремимся. Ну вот по поводу качества. В 2016 году, знаю, вы защитили научную диссертацию на соискании ученой степени кандидата наук и защищались на вашем же детском питании, правильно я понимаю? Вот в двух словах, как долго велась эта научная работа? Правильно ли понимать, что вот этим образом научно подтвердились полезные свойства продуктов? Данная работа была начата в 2012 году. Да, в этой работе участвовали продукты другой, новой нашей торговой марки, торговая марка «Семи цветик». В данной торговой марке есть сейчас два продукта. Это конкретно детское питание. Это конкретно детское питание. Это питание для детей раннего возраста, с 8 месяцев. Значит, два продукта в этой линейке – биоряженка и биопростокваша. В таких желтом-зеленом стаканчике с изображением «Семи цветика», нашего любимого героя из советского мультфильма. И именно эти два продукта и участвовали в научной работе. Суть в том, что данные продукты были предложены детям раннего возраста, нашего города. Предварительно у детей было оценено состояние микрофлоры кишечника, их состояние здоровья. И, к сожалению, было выявлено, что даже у здоровых детей, у которых нет симптомов, в связи с нашими условиями окружающей среды, были выявлены нарушения формирования микрофлоры кишечника. Как известно, микрофлора – это детерминат, основа сегодня здоровья и развития ребёнка. Данная работа научная проходила по всем требованиям, которые идут к диссертационным работам. Это особые требования, которые не распространяются на все научные исследования. Поэтому здесь были очень жёсткие критерии. Было три группы. Первая группа принимала продукты биоряженку. Вторая группа детей – аналогичные дети по возрасту, по состоянию здоровья. То есть группы должны были быть полностью одинаковые. Ела биопростоквашу. И третья такая же группа, контрольная, ела обычный кефир. Все они принимали данные продукты в один промежуток времени. Это тоже очень важно. Группы были репрезентативные. То есть достаточные, чтобы понять, что да, результаты достоверны. В целом было исследовано свыше 100 детей. То есть вначале исследовались все одинаковые параметры у всех трёх групп детей. И в конце, после приёма продуктов, исследовались все эти же параметры трёх групп детей. Причём исследования проводились в том числе и на базе московских учреждений по современным методикам оценки микрофлоры. И дети наблюдали в течение полугода именно по уровню заболеваемости. И было доказано, что продукты, которые обогащённые пробиотиками, биоряженка, биопростокваша, как раз помогают восстановиться микрофлора кишечника. И тем самым повлиять на развитие и функционирование иммунитета всего организма. Дети стали меньше болеть. Они хорошо переносили продукты при корме. Ну и в целом чувствовали себя намного лучше. А так как у нас данная технология распространяется на всю торговую марку и на целебную радугу, тем самым доказали, что да, благодаря... Вот я именно это и хотела спросить. Только ли детское питание? Нет, нет, нет. Как раз и целебная радуга, естественно. Также вся продукция обладает этими свойствами, что применение данных продуктов положительно влияет на состав микрофлоры вашего кишечника и, соответственно, на здоровье вашего организма в целом. Ну вот я Ольге уже рассказывала, у меня родители, наши большие поклонники марки «Целебная радуга» и маленькие дети у меня, близнецы двухлетние. И вот они практически, вот как только стали есть что-то, кроме молока, бабушка постоянно бегает за нами вот с этой ряженкой. Погрейте ряженку, дайте детям. Ну и мы достаточно скептически всегда к этому относились. Вот зато теперь буду знать, что бабушка всё же права. Поправьте меня, если сейчас неправильно произнесу. Полностью название предприятия звучит как межотраслевой научно-производственный комплекс «Вятка-биопром». Всё верно. Можно ли говорить, что эта история не только про производство продукции, но и про науку? Ну, вы знаете, здесь как раз плюс и уникальность нашего предприятия в том, что мы сочетаем, да, то есть все научные разработки в здоровом питании, которые мы постоянно отслеживаем. Мы сотрудничаем с научными учреждениями федерального значения. Естественно, выходим, изучаем международный опыт в здоровом питании. И самое главное, все эти научные наработки мы пытаемся реализовать в продуктах. И результатами вот этих научных наработок могут пользоваться непосредственно потребители, получать от этого пользу. Поэтому научно-производственный, то есть сочетание науки и производства. Вот в этом, наверное, вот уникальность нашей компании. А если говорить о кировском рынке, то есть есть тут прямые конкуренты, то есть те, кто занимаются тем же самым? Ну, вы знаете, если посмотреть так в целом, конечно, мы в секторе молочной продукции, так или иначе, в данной категории продукции есть, естественно, конкуренты. Но наша уникальность в том, что мы местный региональный производитель. То есть мы имеем короткие сроки годности, используем наше местное молоко-сырье. Вы всегда покупаете продукт свежий. То есть вчера еще молоко было из-под коровы, а сегодня вы уже его употребляете. С другой стороны, в нашем продукте есть новизна, новшества, которые порой представлены только в федеральных брендах. Поэтому можно сказать, что мы как бы... Вроде как у нас есть конкуренты, в то же время у нас, я думаю, что их нет. То есть мы держим уникальность свою. Несколько слов расскажите о патенте на производство кисломолочной продукции. Правильно я понимаю, что этот патент значит? То есть это вот какое-то подтверждение уникальности или это общий патент, который предприятие получает, чтобы производить эту продукцию? Да, да, Дарья, вы все правильно сказали. Патент как раз подтверждает уникальность технологии. Поэтому у нас продукция не производится по ГОСТу. ГОСТ – это прописание алгоритма технологий, которое идет для традиционных продуктов. То есть там какой-то особой уникальности нет. Но ГОСТовская продукция тоже качественная, хорошая. Вот у нас продукция идет по ТУ, потому что у нас уникальная технология. Заключается, прежде всего, в том, что у нас запатентован как раз способ обогащения обычных молочных продуктов вот этими живыми полезными бифидобактериями, которые нам позволяют, во-первых, сохранить эти продукты живыми, то есть они биопродукты. Во-вторых, еще самое важное отличие, что здесь не только сами полезные бифидобактерии, но и те полезные вещества, которые вырабатывают бифидобактерии, именно живые. Потому что ценность-то, прежде всего, когда мы восстанавливаем нашу микрофлору не только от живых бактерий, а именно от продуктов их обмена. Именно они влияют на весь наш организм. Вот уникальность патента как раз и в этом, что в процессе обогащения и продукт содержат два важных составляющих – это бактерии и их продукты обмена. И этот патент распространяется на обе торговые марки. Это и на целебную радугу, и на семицветик. На упаковке, знаете, можно часто встретить цифры 10 на 8, кое. Это что за показатель? Он для всех одинаковый? Значит, вся кисломолочная продукция, в том числе и наша, выпускается согласно технологическому регламенту на молоко и молочную продукцию. И в этом регламенте указано, какое количество бифидобактерий либо других пробиотических бактерий должно содержаться в биопродукте. И мы эти все стандарты выдерживаем. Это должно быть не менее 10 восьмой колонии, образующих единиц в миллилитре. Ну, что значит? То есть это живых клеток в одном миллилитре, которые могут образовать колонии в последующем, да, если их засеять. В этом нет именно уникальности нашей. Здесь мы как раз должны придерживаться существующих стандартов. А уникальность как раз именно, какие бактерии мы вносим, в каком состоянии они вносятся, в каких режимах они вносятся, чтобы они сохранили максимальную пользу в продукте. Многое мы говорим об уникальности, об уникальности продукта, об уникальности компаний. А как вообще на рынке, то есть на кировском рынке, в сегменте малого бизнеса, к которому вы относитесь, как работает? Иногда ведь проще производить масс-марки, то, что употребляют все. Да, я с вами согласна. Здесь всегда палка о двух концах. Но как раз вот именно одно из ключевых звеньев малого бизнеса, он может развиваться, да, если он будет развиваться в достаточно узком своем сегменте. И в этом узком сегменте свой продукт довести до высочайшего качества, к чему мы, в принципе, и стремимся. Вот. Хотя, конечно, малый бизнес, компания не обладает этими финансовыми возможностями, чтобы осуществлять такую массовую рекламную кампанию, да, или очень грандиозно вкладываться в продвижение, в упаковку и так далее. Поэтому мы стараемся больше именно вкладываться в качество, чтобы, попробовав, потребитель просто посоветовал свой продукт, данный продукт своим близким, своим друзьям. По большому счету, получается, что приходится ориентироваться, ну, вот на сарафанное радио, да, то есть кто-то один попробовал, другому посоветовал. По поводу упаковки, да, вы говорили, что если вкладываться в упаковку, то, возможно, не получится выходить в плюс. Да, конечно же, упаковка – это достаточно значительная часть в себе стоимости продукта. Это и требует, соответственно, денежные затраты от нашего потребителя, да, то есть поэтому мы вот здесь как-то соблюдаем такую золотую середину, да, то есть в форте и стараемся, чтобы упаковка была приятна, на ощупь, чтобы она была красивая. Мы в то же время где-то соблюдаем этот баланс, чтобы не увеличивать себе стоимость продукта, который в конечном итоге отразится и на кошельке нашего потребителя. А так, если о ценовой политике говорить, то есть продукция скорее в каком сегменте? То есть это что-то подешевле, что-то подороже, на средний кошелек рассчитано? Ну, вы знаете, наверное, здесь я скажу так, что данная наша продукция доступна средней семье, да, по достатку нашего, ну, нашего города для того, чтобы в идеале ежедневно, да, но не менее там 2-3-4 раза в неделю благодаря этим продуктам вкладываться в своё здоровье. Тем самым, вы понимаете, вкладываясь именно в профилактику, в заботу сейчас, создавая вот эту подушку безопасности своей микрофлоре, своему иммунитету, вы экономите в перспективе и на дорогостоящем лечении. Вот, поэтому я думаю, что здесь вопрос о том, дёшево или дорого, это, наверное, такое в долгосроке относительное понятие. Ну, я, собственно, почему спрашиваю, да, про затраты, про стоимость. Это, опять же, если возвращаться к вопросу малого бизнеса, сейчас много говорят там о поддержке малого бизнеса, о необходимости каких-то субсидий, льгот. Вот такое предприятие, которое, ну, в принципе, позиционируется там не только как производственное, но и как научное, что-то вообще от государства получает, то есть какую-то помощь, какую-то поддержку. Ну, разные времена, разные возможности. Не будем здесь как бы жаловаться. Было время, мы получали поддержки, субсидии, как раз благодаря этому и обновляли оборудование. Сейчас немножко условия изменились, но, тем не менее, кто ищет, тот всегда найдёт. Сейчас просто очень много говорят о продвинутой экономике, о биокластере, обо всём этом, о том, что нужно вкладываться в инновации, в науку. И то есть вот вроде мы в этом ключе как раз двигаемся. И вот хотелось бы, чтобы на что-то такие предприятия, особенно малый бизнес, могли бы рассчитывать. Ну, вы знаете, важно, что, в принципе, об этом говорится. Я думаю, что сейчас таких прям прямых инструментов нет на данный момент. Но я думаю, что в перспективе мы все понимаем, что это очень важно, именно вложение в здоровье нашего населения, в улучшение демографической ситуации. И более доступные инструменты помощи для малого бизнеса, я думаю, что они не за горами. Если говорить о перспективах, ну, возможно, не о каких-то очень сильно далёких, а, например, там, на следующий год, на следующие два года, уже разработана у вас какая-то стратегия, то есть в каком направлении будете двигаться, возможно, дальше продолжится там разделение каких-то линеек, добавление, очередной ребрендинг. Да, как раз сейчас конец года, идёт такая очень активная работа над стратегией. В перспективе что? Конечно же, мы оставим основную уникальность, да, обогащение бифидобактериями, пробиотиками, то, что наработано уже не один десяток лет, это будет оставаться в продуктах. Сейчас мы отслеживаем мировые тренды, куда же уходит здоровое питание. И сейчас важно не только корректировать вес, а важно сохранять именно активное долголетие, молодость и красоту. И есть понимание, что это идёт прежде всего именно от внутреннего, да, то, что мы едим, так мы и выглядим, так мы себя и будем чувствовать. Поэтому в перспективе наши линейки будут идти вот в направлении вот в этом, чтобы помогать нашим потребителям быть здоровыми, активными и молодыми. Первые новинки вы уже увидите где-то к середине следующего года. Ну и, собственно, так как программа у нас выходит ещё до Нового года, есть возможность у вас поздравить своих коллег, своих сотрудников, потребителей с Новым годом. С огромным удовольствием я это сделаю. От всей души, от всей нашей компании. Мы поздравляем каждого жителя нашего города с наступающим Новым годом. Хочется пожелать вам в Новом году крепкого здоровья, активности, долголетия вашим родителям, здоровья же, конечно, вашим детям, чтобы всё, что вы задумали и задумаете в наступающий год, вы достигали легко, были счастливы от своих достижений. Будьте любимы, любите. Радости вам, успехов и удачи. Наступающим Новым году. Вас тоже с наступающим Новым годом. Успехов вам и вашему предприятию. Это была программа «Итоги года». В студии работала Дарья Топузлива и генеральный директор компании «Вятка Биопром» Ольга Носкова. До свидания. Всего доброго. До свидания. Итоги года